МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствуют новости на телеканале СКАД в студии Катерина Калантаевская. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. У нас французы самые, пожалуй, активные участники, скажем, в инвестиционном процессе. Активное и плодотворное сотрудничество. Глава региона провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Франции. Что интересно, знамя прошло практически через всю Россию. Символ военного союза. В музее Алабина отметили день Самарского знамени. Как они могли это делать? Это одна из загадок, величайших причем загадок. Из прошлого в будущее на выставке инновации представили загадки древних металлургов и современные технологии. Свой пост покинула министр имущественных отношений Юлия Степнова. Руководитель региона Николай Меркушкин принял решение о ее переводе на должность советника губернатора Самарской области. Временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений назначен Антон Бекин. Напомним, Юлия Степнова возглавляла министерство с 2012 года. До этого времени она была директором по финансам и корпоративному развитию АвтоВАЗа. После своего ухода в интервью журналистам она отметила, что претензий со стороны руководства к ней не было. Еще раз подчеркнула, что для нее это не увольнение, а перевод. Несмотря на политические сложности, Франция намерена продолжать тесное сотрудничество с Самарской областью. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Франции Жан-Морис Рипер. Напомню, что сегодня ряд самарских предприятий имеют длительный опыт сотрудничества с французскими компаниями. Например, ЦСКБ «Прогресс», «АвтоВАЗ» и многие другие. В этом году планируется открыть три крупных иностранных магазина спортивных товаров. Французские коллеги будут участвовать в подготовке к чемпионату мира по футболу. Кроме того, западные партнеры помогут с возведением канатных дорог и мостов. Именно французские инженеры являются лидерами в этом направлении. В мире они уже построили 8 тысяч воздушных переходов. Планируется, что в Самаре канатные дороги соединят столицу губернии, южный город и Рождествено. Франция уже давно присутствует в Самаре. Франция намеревается остаться в Самаре и развивать свои проекты. Это означает создавать рабочие места. «Активно дальше будем работать. И мы договорились, что они все больше и больше будут проводить локализацию. То есть больше создавать здесь, на месте производства, заниматься импортозамещением в самых различных областях. И, естественно, это все мы будем активно поддерживать и помогать, конечно». В Самаре начали строить новый завод. Европейская компания, которая работает во многих странах мира, будет производить в нашем регионе трансформаторы нового поколения. Проект позволит создать 500 рабочих мест. Открытие запланировано на будущий год. «Дождь льет, как из ведра. Но и по русским приметам, и по французским – это к счастью. Начало строительства для европейской энергетической компании означает расширение ассортимента и выход на новые рынки. К закладке первого камня готовились несколько лет». «Строительство завода – это как беременность. Сегодня у нас аплодотворение. Сегодня поставим семечку. Это очень важный день, поэтому очень много положительных эмоций. Этот проект будет расти. Будем разработать конструкторные документации. Производство разместится на заводском шоссе. Когда строительство завершится, группа компаний сможет наладить выпуск современных трансформаторов сухоизоляции, востребованных рынком. «Будет на заводе 500 новых рабочих мест. Естественно, современных рабочих мест. И это даст дополнительный импульс развитию и компании, и, естественно, Самарской области». На закладку символического первого камня приехал посол Франции. Глава Самарского региона подчеркнул, власти делают все, чтобы обеспечить инвесторам условия для ведения бизнеса. В губернии сейчас работают 49 французских компаний. Собравшиеся выразили уверенность, что политические трудности будут преодолены. А развитые бизнесы, современные производства останутся. «Россия действительно является хорошим местом для инвестиций». Объем инвестиций в проект составит около миллиарда рублей. Ввод нового завода в эксплуатацию намечен на вторую половину 2016 года. Повышение тарифов на ЖКХ стало обсуждением на профильном комитете Губернской думы. Депутаты предложили ввести мораторий и заморозить цены. Не менее важный вопрос – итог первой волны лицензирования управляющих компаний по обслуживанию жилых домов. Чего ждать собственникам квадратных метров в нашем следующем сюжете? Ввести мораторий на подорожание тарифов ЖКХ предложила группа депутатов Губернской думы, для чего подготовила обращение к президенту России. Напомню, что в 2013 году глава государства такое решение уже принимал, и в 2014-м цены заморозили. Но сейчас это вряд ли случится. Основной аргумент против в том, что выпадающие доходы придется компенсировать поставщикам ресурсов из областного бюджета. Денег на это нет. Так что запланированного 1 июля подорожания не избежать. Все будет в рамках установленных на федеральном уровне индексов. Для Самарской области установлены следующие индексы. Тепловая энергия 8,8%, водоснабжение и водоотведение 11%, и электроэнергия в части населения 8,5%. Именно в рамках этих предельных индексов приняты все решения. Однако депутаты решили строже спрашивать синергетиков и коммунальщиков, за что они берут деньги и почему у них цены растут. Больше ясности в том, кто теперь будет обслуживать жилые дома в регионе. По итогам лицензирования управляющих компаний из 236 обратившихся за разрешением на работу, комиссия допустила 207. 29 не прошли проверку. Основная причина – отсутствие прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, жалобы граждан и долги перед ресурсоснабжающими организациями. Что делать жильцам, если их компанию лицензии лишили? Платить до тех пор, пока новая управляющая компания не заключит договора с собственником, необходимо старой управляющей компанией. Она хоть и без лицензии, но будет работать до тех пор, пока ей на смену не придет новая управляющая компания с лицензией. Жильцы имеют право сами выбрать управляющую компанию в течение 15 дней с момента уведомления о том, что их прежняя лицензия лишилась. Или создать ТСЖ. Если собственники так и не смогли определиться, за них это в течение месяца сделает муниципалитет. Максим Остриков, Олег Павлов, СТВ. Взаимодействие медиков и общественников в регионе станет более плотным для качественного оказания услуг в этой сфере. Врачи должны знать, чего недостает их пациентам. Об этом говорили на очередном заседании общественной палаты. Обратная связь существует и сейчас. Работа в этом направлении в регионе ведется не первый год. Однако есть небольшие недочеты в этой сфере. Стоит отметить, что взаимодействие общественников и медиков в регионе будет продолжено. Эта практика уже приносит свои положительные результаты. Очень полное взаимодействие. Я бы дал характеристики, что это партнерство. Вот в плане на сегодняшний день наша работа и взаимодействие с медицинскими учреждениями, одним словом, наверное, это партнерство, потому что много вопросов, которые решаем. Сейчас прервемся. Вот о чем расскажем во второй части нашей программы. Более ста участников и несколько дней соревнований. Зудаисты со всей страны вышли на самарское татами. Продолжаем выпуск. Команда «Навигатор-63» завершила марш-бросок по маршруту Самара-Москва-Минск-Брест. Подробности о событиях заключительных дней экспедиции в нашем сюжете. Марш-бросок «Знамя Победы» завершен в Брестской крепости. Заключительный отрезок пути «Навигатора-63» от Минска до Бреста проходили по белорусским полям и лесам. В дороге участники команды посещали местные мемориалы. В Брестской крепости «Навигатор-63», самарские десантники и другие члены экспедиции почтили память погибших минутой молчания и возложением цветов. Хочу передать в знак уважения, в знак признательности горстка земли Брестской крепости, сертификат Брестской крепости и наши небольшие сувениры. Спасибо большое. Спасибо. Этот флаг прошел с нами по всем дорогам России. И еще поздравительный адрес от ветеранов. Приветствие от ветеранов наших самарских. Перед Брестом команда «Навигатор-63» приняла участие в нескольких мероприятиях военно-патриотической направленности в окрестностях Минска. Члены команды в составе самарской делегации посетили восстановленный участок линии Сталина, мемориал «Хатынь» и торжественный митинг на Кургане Славы. Мы на квадроциклах командой двигаемся не по трассе, а проходим населенными пунктами, сельскими дорогами. Подъезжаем в населенный пункт, выходят люди и все подходят, когда узнают и видят, что написано, что это идет марш-бросок. Чему он посвящен? Что это идут люди из России в Белоруссию и просто подходили и говорили, большое вам спасибо за то, что вы делаете. В настоящее время «Навигатор-63» возвращается в Самару. Теперь уже напрямую, не по бездорожью, а по самым обычным дорогам. Максим Романов, Сергей Бахарев, Игорь Кузьмин из Республики Беларусь. 18 мая во всем мире отмечается День музеев. Праздник выпал на понедельник и, как известно, в этот день недели экспозиции не работают. Но хранители старины сделали исключение и свои двери распахнули музеи в 150 странах, в том числе и Самарской области. Подробности далее. 17 апреля 1877 года, через пять дней после того, как Россия объявила войну Турцией, из Самары в Болгарию направляется делегация, в составе которой градоначальник Петр Владимирович Алабин. Ему вместе с Ефимом Тимофеевичем Кожевниковым предстояло доставить Самарское знамя болгарским ополченцам. На красно-сине-белом полотнище изображение Черного креста, в центре которого с одной стороны Кирилла Мефодий, а с другой Иверская Божья Матерь. Знамя стало символом российско-болгарской дружбы. Сегодня участники интерактивной экскурсии вместе воссоздают символ не только Самары, но и России. Мы подобрали и книги, которые подготовлены нашему музею, посвященные и биографии Петра Владимировича, и истории Самарского знамени, и книги, которые вышли в самых разных городах, не только в Самаре, но и в Москве, посвященные русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Результатом этого конфликта стало образование болгарского государства. Эту войну болгары называют освободительной. Сегодня Самарское знамя хранится в музее Софии, а его копии в музее Приво и Выверском монастыре. Анастасия Шамшурна, Филипп Карецкий, Эдуард Растигаев, СТВ. От бронзов в литья античности до передовых технологий. На территории Госуниверситета прошла научно-практическая выставка инноваций. Здесь были представлены разработки в области робототехники, новых конструкционных материалов, а также исследования археологов по древней металлургии, которые до сих пор тает массу загадок. Подробнее расскажет Максим Остриков. Чтобы двигаться в будущее, надо хорошо знать прошлое. Для современных исследователей технологии древних металлургов таят много сюрпризов. К примеру, 2000 лет назад уже был известен метод литья по выплавляемым моделям, который используется и в современной металлургии. Не разгадана еще и сама технология изготовления бронзы в то время. Мы находим тысячи вещей с тремя процентами. Возникает вопрос, как? Как они, не имея никаких приборов, не имея точных весов, не имея каких-то других приспособлений, и только глазами, запахом, слухом и так далее. Как они могли это делать? Это одна из загадок, величайших причем загадок. Большой шаг от античности в будущее. Технология, разработанная в Аэрокосмическом университете, позволяет в короткие сроки получать готовые изделия из металлов и пластмасс на 3D-принтерах. Их сфера применения от детских игрушек, дизайнерской обуви до деталей газотурбинных двигателей. Если раньше на их разработку и введение в эксплуатацию уходили месяцы, то теперь все проще. В нашем же случае готовые изделия получаются через 6,5 часов. И с ним уже, в принципе, его можно потрогать, посмотреть, провести какие-то исследования. Если необходимо, то довести там корректировку непосредственно в конструкцию деталей. На другом стенде представлены программы по обучению детей робототехники. Это не просто игры, а подготовка будущих инженеров. Они их полностью сами собирают, программируют и ездят на различные соревнования, занимают призовые места. Всех роботов можно поставить потом на производство. Соответственно, это мини-модели тех роботов, которые используются на различных заводах. Многие из представленных на выставке технологий и материалов уже используются на производстве, в том числе на предприятиях аэрокосмического кластера Самарской области. Максим Остриков, Николай Сидоров, СТВ. Диудаисты со всей страны вышли на Самарское татаме. В областной столице прошли соревнования, посвященные памяти наших земляков, погибших в локальных конфликтах. В турнире приняли участие не только наши соотечественники, но и представители стран ближнего зарубежья. Поединками впечатлился и наш корреспондент Александр Семенов. Соревнования с богатой историей и традицией. Этот турнир в Самаре проводится почти четверть века. Здесь зажигались настоящие звезды дзюдо, десятки новых имен, в том числе победители международных соревнований. И сейчас на татаме выходят перспективные борцы. Именно на таких турнирах ребята набираются опыта, а также обмениваются навыками и техникой ведения поединка со своими сверстниками. Уровень достойный. Почему? Потому что здесь не только Приворский округ, но и Уральский округ, и Республика Казахстан. Поэтому ребята учатся. Этот турнир идет на пользу всем. Ахмед Джубатыров на татаме выходит под занавес соревнований. Крайний бой. Борец прошел большой турнирный путь. Да и соперник по финалу далеко не подарок. И тут уже дуэль не только мастерства, но и хладнокровие. У кого нервы крепче, все силы, моральные и физические, отданы поединку. Победитель даже на вопросы отвечает с трудом. Настолько непростым оказалось противостояние. Соперник был левосторонним. Ну, было трудно, конечно. Сильное сопротивление соперник оказал? Да, было дело. Соревнования проходили в течение нескольких дней. Более 120 человек боролись за заветный кубок победителя. Александр Семенов, Олег Павлов, СТВ. У меня на этом все. Далее еще один сюжет, прогноз погоды и программа «Абзац». В завершении выпуска напомню сайт Георгия Лиманского, gslimansky.ru. Читайте наши новости первыми в социальных сетях, в группах SCAT и СТВ «Самара». И заходите на сайт телерадио компании SCAT. Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. Спасибо, что были с нами. В микрорайоне Кошелев в проект для удобства горожан установили киоски «Родниковый источник». Эта вода пользуется большим спросом у жителей губерния. Она добывается из скважины глубиной более 60 метров, расположенной в экологически чистом районе. Вода проходит многоступенчатую процедуру фильтрации на современном оборудовании и обеззараживается с помощью ультрафиолетовой стерилизации. Доступно в микрорайоне. Ездить не надо. Раньше ездил на мехзавод. Сейчас можно пешком пройтись. Она уже проверенная вода. Она и мягкая, и лучше гораздо. И цена, и качество. Представители компании «Нептун» просят жителей губернии при покупке воды в киосках быть более внимательными. Бывают случаи, когда вместо сертифицированного продукта гражданам предлагают некачественный товар. Так, недавно в области появилось несколько киосков, внешне напоминающие киоски «Родниковый источник». Мы очень хотели бы обратить внимание наших покупателей на то, что написано сверху бочки. Если это «Родниковый источник», значит это мы, а мы все-таки это 200 с лишним киосков, это производство, это 5 лет на рынке Самарской области. Субтитры создавал DimaTorzok